Музыка То днем может бахнуть два-три раза, то на вечер, то ночью. Оно как грохнуло, надрожали окна, там даже чикатурка там поваливалась. Он меня как будто толкает, я покатилась. Когда прилетали большие прилеты, то, конечно, разлеталось тут по всей окружности. Но обстановка не хорошая, работы нет, ничего нет. Все стоит в фабрике, заводы, карьеры у нас стоят. В подъездах, допустим, 20 квартир в моем доме, 5 квартир всего живут. Ну, в основном старики остались. Вот сегодня привезут кашу, как мы едем. Раздают. Четырнадцать часов мы сидели в подвале. Четырнадцать. Я уже не выдержала, потому что ребенок смотрит на нас, на взрослых. Дети пугаются. Люди. Бывает прячутся, а уже и привыкли. Дети знают, что по дзвенку, три дзвенки, и мы спускаемся в бомбосховище. Зараз десь бахнет, да, никто наветит. Мы пачуем, но мы не реагуем. Вот что страшное. Устали все, особенно дети. Я педагог, поэтому вижу, как это отражается на неврологическое состояние детей. До четырех лет разговаривали, а потом полностью замкнулись. Дети очень скованы. Эмоции в себе подождают. Может, это страх. Очень хочется старую жизнь, беззаботную. Но я надеюсь, что я доживу еще. И будет мир и спокойствие.